Хочу вам представить свою презентацию на тему «Мошенничество как вид современной преступности». Такие уроки совсем скоро появятся в расписании вологодских школьников. Профилактика дистанционных мошенничеств сегодня вышла уже на новый уровень. Постигать азы безопасного финансового поведения нужно уже с малых лет, уверены полицейские. Учитывая то, что дети сейчас находятся на дистанционном обучении, они очень много времени проводят перед компьютером, в том числе и в социальных сетях. Также необходимо учесть, что большинство родителей сейчас находятся на работе. Дети большую часть времени предоставлены сами себе. А значит, тоже могут стать жертвами мошенников. Объяснять правила поведения раз за разом приходится и взрослым. По данным статистики, только с начала 2020-го в Череповце зафиксировано больше 350 дистанционных мошенничеств. По сравнению с прошлым годом, рост составил 40%. Подобные преступления сегодня – это хорошо поставленный бизнес. Думать, что жертвами мошенников становятся в основном пенсионеры или финансово малограмотные люди – иллюзия. Охотников за деньгами не интересует ни статус, ни профессия, ни возраст. Страхи – их главное оружие. Основных не так много – за здоровье, близких и финансы. Вокруг них и строятся основные мошеннические схемы. Страх – хороший мотиватор, но плохой помощник. Мы вот это вооружение часто потребляем. То есть задача мошенника – вывести нас из психологически комфортного состояния. Потому что в эмоциональном состоянии отключается самое главное – это разум. Эмоции – плохой советчик. После этого для опытных лжебанкиров заставят жертву перевести деньги. Не проблема. Об этом говорят данные статистики. Заявления от потерпевших принимаются ежедневно. У следователя в производстве одновременно может находиться до 15 подобных дел. Потерпевшие и люди, которым звонят, они тоже должны принимать на себя какую-то ответственность. То есть не доверять звонившим, допустим, не сообщать коды. Об этом же даже банк предупреждает. Им блокируют карты, они все равно их разблокируют, переводят. Даже когда они переводят денежные средства, когда им просят, давайте положим денежные средства на счета, на другие. То есть у них не возникает сомнения, что не ложат денежные средства на счета другого человека, другого банка, через другой терминал. Это тоже какая-то определенная ответственность людей. То есть они должны что-то принимать для сохранности своих денежных средств. Блокировка банковских карт и псевдосписание сегодня занимает первую строчку в рейтинге способов отъема денег. На втором месте – дистанционные кражи, на третьем – взломы социальных сетей. При этом расследовать их крайне сложно. Мошенники чаще всего находятся в другом регионе или даже за рубежом, поэтому только на запросы уходит много времени. Мы сталкиваемся с определенными трудностями взаимопонимания с некоторыми финансовыми организациями. Но наиболее популярные банки, так скажем, все-таки идут на встречу, заключаются в системе электронного документа оборота. За дистанционное мошенничество уголовным кодексом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Таких сроков в Череповце еще никто не получал. Максимум удавалось найти тех, кто обналичивал средства. Процент раскрываемости по дистанционным мошенничествам крайне низкий, признаются полицейские. Незаконные схемы позволяют мошенникам быть всегда на шаг впереди. Ольга Ваганова, Александр Беспалов. Новости.